Здравствуйте, в эфире новости, с вами Юрий Зайцев. Соглашение о взаимодействии между Федеральной антимонопольной службой и правительством Тульской области сегодня подписали заместитель губернатора Сергей Егоров и заместитель руководителя ФАС России Даниил Фисюк. Главная цель – организовать двустороннюю работу по развитию и защите конкуренции в регионе. Губернатор Алексей Дюмин отметил, что справедливая и честная конкуренция – один из основополагающих элементов экономического и технологического развития страны. Замруководитель ФАС пообещал непосредственно координировать все мероприятия по реализации положения национального плана по развитию конкуренции, которые расписаны уже до 2022 года. Нам предстоит большая работа по регулярному мониторингу рынков, по регулярному мониторингу достижений ключевых показателей, по реализации каждого конкретного мероприятия, которые обозначены как в национальном плане, так и в стандарте развития региона. До 1 октября после согласования с ФАС России будет утверждена дорожная карта по формированию конкурентной среды. Правительству региона предстоит определить как минимум 33 приоритетных направления для развития. На совещании также было отмечено, что Тульская область на третьем месте по степени развития конкуренции после Москвы и Санкт-Петербурга. Тульские депутаты поддержали реформу о повышении пенсионного возраста. Резонансный законопроект обсудили в ходе 54-го заседания регионального парламента. Единого решения принято не было. Тульские коммунисты выступили категорически против принятия проекта. Подробнее далее. КПРФ вторая партия в нашей стране и вторая партия в нашем регионе решительно против повышения пенсионного возраста. Для жителей Тульской области это воистину законопроект жизненно важный. Дело в том, что средний возраст, я напомню, мужчина в нашей с вами Тульской области 64 года. Законопроект подлый, циничный и требует всенародного обсуждения. Не стесняясь выражениях, руководитель регионального отделения фракции КПРФ жестко раскритиковал предложенную правительством реформу о повышении пенсионного возраста. Алексей Лебедев обратился к депутатам Тульской областной думы с предложением отказаться от принятия проекта. Заявив, что вопрос необходимо вынести на референдум, его слова многие в зале восприняли как популизм. Иногда выступление наших коллег носит чисто эмоциональный характер. Мы же с вами должны подходить к этому вопросу системно. Ведь этот законопроект ставит главной своей целью и первой целью. Это повышение уровня жизни нынешних пенсионеров. В ходе заседания члены партии власти поочередно оспаривали позицию коммунистов. Говорили, что отказ от принятия реформы и призыв провести референдум – способы набрать политические очки. Сегодня говорят, вот мы за народ, поэтому это подлый закон и прочее, прочее. А откуда это пришло? С начала 90-х годов, с конца 80-х, когда государство, возглавляемое, так сказать, этой же партией, которую сегодня критикуют, не смогло принять жестких решений. Тогда упустили страну. В одном депутаты сошлись. Законопроект касается практически каждого жителя страны, поэтому и обсуждается так горячо. Закончив с обвинениями в адрес коммунистической партии, дискуссия приобрела более конструктивный характер. Единороссы напомнили, что предполагается не только поэтапно повысить пенсионный возраст – мужчинам до 65 лет, а женщинам до 63, но также поднять пенсии. Важно, что правительство Российской Федерации намерено ратифицировать конвекцию Международной организации труда номер 102 о минимальных нормах социального обеспечения, где есть гарантии пенсионного замещения не менее 40% от утраченного дохода. Только представители партии КПРФ и Единой России поделились своей позицией о резонансной реформе на заседании областной думы. Всего в зале присутствовали 35 депутатов, трое из них проголосовали против. Решение принято абсолютным большинством. Теперь отзыв о принятии законопроекта будет направлен в Государственную думу. Илья Логинов, Игорь Щепотев, Новости Тулы. Чиновник, находившийся в неадекватном состоянии, парализовал движение на улице Демидовская, Платинов, Туле. Сигнал о мужчине за рулем БМВ, который не подает признаков жизни, поступил сначала медикам. Те вызвали спасателей, которые смогли через боковое стекло достучаться до водителя. Когда дверь открылась, присутствовавшие почувствовали запах алкоголя. На место прибыли также сотрудники ГИБДД. Мужчина некрепко стоял на ногах и от медосвидетельства не отказался. Нашим корреспондентам удалось выяснить, что за рулем БМВ находился глава администрации поселка Красный Яр Киреевского района Олег Попков. Анна Анохина заняла пост заместителя председателя Тульского избиркома. Кандидатуру Анохиной, ранее занимавшей должность главного консультанта отдела правового обеспечения, предложил председатель избирательной комиссии Павел Веселов. Сегодня же депутаты регионального парламента и члены избиркома освободили от должности уже бывшего зампреда Александра Машкова. Подробности далее. Анна Анохина, новый председатель Тульской избирательной комиссии. В ходе тайного голосования кандидатуру протеже председателя избиркома поддержали единогласно. Ранее Анохина занимала должность главного консультанта отдела правового обеспечения. Считаю, что мой опыт работы в комиссии позволит мне ответственно, качественно исполнять обязанности в роли заместителя председателя избирательной комиссии Тульской области. В соответствии с законодательством Российской Федерации и законами Тульской области. Сегодня же депутаты Тульской областной думы единогласно приняли отставку экс-заместителя председателя избиркома Александра Машкова. Этот же вопрос на внеочередном заседании избирательной комиссии. Формальность решения об уходе Машков принял сам. Причина – желание дать дорогу молодым. Избиркому он отдал почти 20 лет. Я действительно очень много сделал для становления избирательной системы в Тульской области. Законы, системы избирательных комиссий, делали поправки в федеральное законодательство. То есть это был очень большой гигантский труд. И я понимал, что, собственно говоря, приходит время, когда надо более молодых людей вести на такие должности. Машков пришел в избирком в прошлом веке, а в органах госвласти начал работу в 1991 году. На должности юрист-консульта из полкома Тульского городского совета народных депутатов. Перед этим 18 лет трудился на заводе «Штамп». Прошел путь от ученика до начальника транспортного отдела. Пост заместителя председателя Тульского избиркома занял в 1999 году. За 20 лет Машков принял участие в организации выборов самого разного уровня, за что имеет благодарности и грамоты от Центра избиркома – медаль ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. Ушла такая вот, не побоюсь этого слова сказать, глыба. Это человек, без которого, наверное, очень тяжело будет новому составу Тульской избирательной комиссии областной. Я думаю, что опыт его бесценен. Очень бы хотелось, чтобы он его оставил тем, кто приходит на смену. Поделиться опытом со своим преемником Машков обещал, кроме того, как член партии, он собирается помогать единороссам. Также Машков категорически опроверг возможность получения новой должности в органах госвласти. Юрий Зайцев, Илья Логинов, Игорь Щепотьев. Новости Тулы. 102 лифта поменяют на новые в Туле и Новомосковске в этом году. Об этом рассказал на сегодняшнем брифинге заместитель министра строительства и ЖКХ области Олег Дючков. В пилотный проект по замене отработавшего нормативный 25-летний срок лифтового оборудования вошли 34 многоквартирных дома. Оплата идет из средств областного бюджета и регионального оператора. Обязательное участие жителей в среднем взнос собственников составит 2000 рублей с квартиры. Подрядчик уже определен. Обследование лифтов проводится до 25 июля. До 15 октября все работы должны быть завершены. Вопрос продолжения данного пилотного проекта в 2019 году сейчас активно прорабатываем. Рассчитываем, что сможем заменить большее количество лифтов, чем нам удалось в 2018 году. Здесь акцент не на заявочном компании от собственников, а именно от оценки реального состояния лифта. Мы в первую очередь стараемся делать те лифты, которые наиболее изношены. Замена плитки на улице Советской в Туле продлится до конца лета. Об этом стало известно на выездном совещании по ремонту тротуара. Новое покрытие будет оборудовано для маломобильных групп населения. На остановке Мосина появится заездной карман. Подробнее Анна Молодцова. На улице Советской, одной из самых оживленных магистралей города, меняют тротуарное покрытие. Подобные работы не проводились здесь более пяти лет, и плитка почти полностью пришла в негодность. А сильный ливень, который обрушился на Тулу в конце мая, окончательно подмочил ее состояние. Теперь здесь, помимо плитки, частично уложат асфальтобетон и заменят бортовый камень. На эти цели направлено около 22 миллионов рублей. Это порядка 9 тысяч метров квадратных плиточного покрытия будет устроено, и порядка 5 тысяч метров квадратных асфальтобетонного покрытия. Данные работы носят комплексный характер. Также будет обустроен парковочный заездной карман. Для пешеходов такой ремонт неизбежно влечет за собой трудности передвижения. Некоторые, чтобы обойти неудобный участок, даже выходят на проезжую часть. Пассажиры вынуждены терпеть временные неудобства, связанные с заменой тротуарного покрытия. Однако осталось подождать до сентября, и тогда новая плитка, оборудованная в том числе и для маломобильных групп населения, появится на ряде тульских улиц. На улице Советской ремонт тротуара сделают от Стороникицкой до улицы Мосина. На всем протяжении участка оборудуют сходы для людей с ограниченными возможностями. Гарантия на уложенную плитку составляет 4 года. Всего в этом году запланировано отремонтировать тротуары на 50 участков. Среди них улицы Революции, Смедович и Каракозова. Общая стоимость ремонта составляет более 100 миллионов рублей. Анна Молодцова, Андрей Ремезов, Новости Тулы. 16 человек погибли на водоемах в Тульской области в июне. Об этом рассказали на пресс-конференции Государственной инспекции по маломерным судам регионального МЧС. Основная причина трагедии – неосторожное поведение на воде. Пятеро человек погибли именно во время Кубания. Все они находились в состоянии алкогольного опьянения, и все ЧП произошли уже в вечернее время. В 11 и других случаях погибли рыбаки, либо отдыхающие на лодках и других плавательных средствах. Среди погибших есть и дети в Веневском районе. Ребенок утонул во время сплава на плоту. Еще один случай с ребенком произошел. Это в Ефремовском районе. Там отец с ребенком ловили рыбу, и мальчик просто-напросто не удержался на берегу. Но неудачно упал в воду, и отец не успел до него добежать. На данный момент в Тульской области допущены к использованию 56 пляжей. Но, конечно, купаются люди и в запрещенных местах. Есть и обратные примеры. Например, в Черском районе до сих пор не открыт пляж на реке Снежа. При том, что туда выезжала группа водолазов, которые проверили воду. Пляж может быть допущен, но местная администрация делать этого не спешит. Все это, говорят в МЧС, способствует тому, что люди купаются в несанкционированных и опасных местах. Более подробно о жизни Тулой области на нашем сайте tsn24.ru. Ну а я с вами прощаюсь. Всего хорошего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова